Рынок розничного кредитования в Казахстане обновил трехлетние максимумы и впервые за это время портфель БВУ превысил отметку в 5 триллионов тенге, показав рост более чем в 30%. По словам экспертов, пик роста пришелся на вторую половину года в предпраздничный период. Какими подарками удивляют своих близких и друзей? Наш следующий материал. Рынок потребительского кредитования вновь в тренде. К таким выводам пришли эксперты первого кредитного бюро, проведя исследования среди финансовых организаций. Индекс кредитной активности населения, рассчитываемый первым кредитным бюро, за год достиг отметки в 30 пунктов, что также является рекордным показателем последних нескольких лет. Такая активность связана в первую очередь с тем, что банки стали более активно кредитовать. И это стали не только банки, то есть есть компания, которая занимается альтернативным кредитованием, есть микрофинансовые организации, то есть кредитный рынок потребительский ожил. Говоря о сезонности, финансисты выделяют вторую половину года. Ноябрь и декабрь традиционно жаркие месяцы, когда крупные магазины и торговые сети открыли свои двери для распродаж и предлагали скидки на товары в канон новогодних праздников. А коммерческие банки в тандеме с ритейлерами предлагали свои кредитные продукты населению. Средний чек кредита составляет порядка 150 тысяч тенгей. Люди хотят пользоваться всеми благами цивилизации, поэтому растет сильно рынок смартфонов. Активно в Казахстане развивается продажа верхней одежды в кредит. Если там 5-10 лет назад проникновение кредита в этих сегментах было порядка 10-15% от общего объема продаж, то последний сезон по отзывам партнеров порядка 40-50% клиентов покупают верхнюю одежду в кредит. Это тоже такая вот новая для нашего рынка тенденция. Также, по словам экспертов, казахстанцы в подарок близким приобретают бытовую электронику, бытовую технику и косметическую продукцию. Причем в этом году все больше клиенты пользуются интернет-магазинами. Именно с развитием онлайн-торговли и компаний Финтеха экономисты связывают основные тренды развития рынка потреб-кредитования в 2018 году.